Мчится, конечно, не на всех парусах, со скоростью 60 км в час и везде без опозданий, как будто из прошлого, на паровой тяге. Правда, с небольшим казусом проехал чуть дальше перона, пришлось, как на автомобиле, сдавать назад. Ретро-поезд впервые прибыл в Сочи, у него 14 вагонов и всего 69 пассажиров. Все они любители железнодорожных поездок. Пассажиры – все иностранные туристы. Возраст за 70 лет. Состав класса «Люкс» отправился с Казанского вокзала Москвы. Проследовал через Саратов, Астрахань, Грозный, Владикавказский, Словодск, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж. Мы впечатлены. Сочи отличный. Счастливы быть здесь. Я впервые в Сочи. Здесь чудесно, очень тепло. В Москву мы вернемся в субботу. Для сочинских туристических агентств это первый опыт встречи пассажиров, путешествующих по железной дороге. Этот проект открывает новые перспективы привлечения иностранных гостей в наш город, так как состав формируется по предварительным заявкам от зарубежных туристических компаний. Мы имели опыт обслуживания круизных судов. Это похоже, потому что по набору программы, по требованию пассажиров, скажем, с теплохода и здесь. Потому что, как правило, эти туры стоят порядка около 100 тысяч фунтов. То есть это дорогостоящие продукты, дорогостоящие туры. Поэтому требования клиента очень высокие. Для иностранных туристов подготовлены маршруты под достопримечательностям Сочи. Исторический центр, курорт и Красные Поляны, Олимпийский парк. Маршрут ретропоезда завершится в Москве 13 октября. Геленов Сецн, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.